Информационные характеристики квантовых гауссовых измерительных каналов. Гауссовских измерительных каналов. Спасибо. Ну вот, речь пойдет о так называемых измерительных квантовых каналах. Что это такое, я сейчас в общих чертах объясню. Для них установлено важное свойство гауссовского максимизатора, которое вкратце означает, что для вычисления важнейших информационных характеристик, таких как пропускная способность, пропускная способность использования сцепленности, для вычисления этих характеристик максимум достигается на гауссовских объектах. Это там на гауссовских состояниях или на гауссовских наблюдаемых. Серия работ состоит из трех работ. И вот в первой работе получена так называемая достижимая информация. Гауссовского ансамбля состояния. Это был старый вопрос, который, так сказать, висел еще в 70-х годах. И он, собственно, и дал толчок тому, чтобы делать какие-то дальнейшие вещи. Открылось такое довольно обширное поле деятельности с этими измерительными каналами. И в результате в следующей работе была вычислена классическая пропускная способность при некотором пороговом условии. Вот тут постоянно говорится калиброчный вариантный случай. Это тот случай, когда система обладает некой естественной комплексной структурой, которой, так сказать, все интересующие нас величины, с которой согласованы. Это особенно хороший случай, когда получаются особенно красивые и не такие громоздкие формулы. И в работе 3 найдена следующая характеристика измерительного канала. Это редукция энтропии и на ее основе так называемая пропускная способность с использованием сцепленности. Значит, вот это 3 работы, о которых идет речь, в которых опубликованы эти результаты. Вот, ну, значит, считается плохим тоном там вот эту цифирь наводить. Но я просто так все-таки скажу, что это работа опубликована в журналах первого квартеля. Значит, что такое измерительный канал? Измерительный канал – это в общих чертах афинное отображение множества квантовых состояний, множества классических состояний. А классические состояния – это суть распределения вероятности на некотором фиксированном измеримом пространстве результатов измерения. И вот в том случае, когда пространство результатов измерения дискретно, измерительный канал формально можно свести к квантовому каналу, то есть к каналу с квантовым входом и квантовым выходом. И для таких каналов в последние годы была развита так называемая квантовая теория Шеннона. Найдены вот все эти характеристики, о которых шла речь. И вот как-то было упущено, что в случае непрерывного выхода вот такое сведение измерительного канала к просто каналу, оно не имеет места. Это связано с известными трудностями, известными в квантовой теории трудностями существования нормального условного ожидания на Абелеву под алгебру непрерывным спектром, ну и его трудности с ублюдаемыми, которые имеют непрерывное множество значений. Поэтому потребовалось вот отдельное рассмотрение измерительных каналов с так называемыми непрерывными переменами. И важнейший класс, который мы, собственно, и будем рассматривать, таких измерительных каналов с непрерывными переменами, образует многомодовые бозонные гауссовские каналы. Ну, тут написано «наблюдаемый». Дело в том, что измерительный канал – это почти то же самое, что наблюдаемая величина. Как я сказал, для такого рода каналов была вычислена классическая пропускная способность. Вот было доказано это свойство гауссовского максимизатора. Но при дополнительных условиях, сначала при условии калибровочной симметрии, то есть существовании такой выделенной комплекции структуры, а затем это было расширено на случай необязательно калибровочных инвариантных каналов, но каналов, удовлетворяющих некоторым неравенствам, называемым пороговым условием. Затем вот то, с чего началось, это была вычислена так называемая «достижимая информация» ансамбля квантовых состояний, которая определяется как максимум шинонской информации для данного фиксированного ансамбля состояний по всевозможным измерениям над этим ансамблем. Это одна из наиболее фундаментальных величин в квантовой теории информации, но часто ее трудно бывает вычислить, потому что речь идет о нахождении глобального максимума выпуклого функционала. И в этом случае максимизатор, он в высшей степени не единственен, и, так сказать, вот стандартные приемы выпуклого анализа не помогают. И удалось, используя другой подход, так называемую двойственность между ансамблями и наблюдаемыми, удалось вот все-таки эту величину вычислить достижимую информацию и доказать, что достижимая информация калибровочной инвариантного гауссовского ансамбля достигается на специального вида гауссовской наблюдаемой. Ну, в физике ей соответствует гетеродинирование, бесшумное гетеродинирование. Вот физически измерительный прибор. Ну и, наконец, третий результат – это вот вычисление способности с использованием сцепленности, которая опирается на такую характеристику, как редукция энтропии. И, значит, здесь тоже для вот этой редукции энтропии удалось доказать, что она максимизируется на гауссовских состояниях, и благодаря этому удалось решить эту задачу, найти явное выражение. Как я сказал, измерительный канал – это и есть некоторое отображение квантовых состояний, классические. Вот какая квантовая система у нас рассматривается? У нас рассматривается алгебра канонических коммуникационных соотношений, которая порождается неприводимой системой унитарных операторов Веля, ну и которая получается как результат квантования некоторой классической системы, которая задается симпликтическим пространством ZA с невырожденной симпликтической матрицей дельта. Измерительный канал или наблюдаемую в этом случае удобно задавать с помощью операторно-значной характеристической функции. Вот она здесь написана. Это преобразование QE от соответствующей вероятностной операторно-значной меры. И, значит, вот определение. Наблюдаемая или соответствующий ей измерительный канал называется гауссовским, если вот эта операторно-значной характеристической функции имеет вот такой вид экспонента. Здесь вот второй член, второе слагаемое – это квадратичная форма, где альфа – это шумовая матрица вот этого измерения. И R – это векторный оператор канонических наблюдаемых, а К – это некая матрица преобразования исходов измерения. Известно, что необходимым достаточным условием для того, чтобы вот эта вот формула 1 задавала вероятностную операторно-значную меру, является вот такое неравенство между шумовой матрицей и матрицей К и матрицей коммутаторов дельта. И мы будем предполагать, что это условие выполнено. Значит, можно показать, что вероятностная операторно-значная мера имеет плотность относительно меры Лебега, которая в общем случае не является операторно-значной, а может принимать значения в виде незамыкаемых квадратичных форм. И вот в соответствии с тем, какие значения принимает плотность этой операторно-значной меры, у нас получается три типа измерительных каналов. Вот они здесь написаны внизу. Значит, в общем случае плотность гауссовской наблюдаемой, она имеет вот такой вид, то есть она получается из некоторого гауссовского оператора, М0, который называется терном в этой науке, действием унитарных операторов Бейля. Вот. И основные три типа, которые, так сказать, здесь возникают, следующие. Это случаи, когда шумовая матрица положительно определенна, строго положительно определенна, а матрица комбутаторов Дельта-Катты не вырождена. В этом случае можно показать, что ядро является оператором ядерным. Вот. И в этом случае можно вычислить пропускную способность при условии, при пороговом условии и пропускную способность с использованием сцепленности для всевозможных таких наблюдаемых. Второй тип – это когда шумовая матрица положительно определенна, а матрица комбутаторов равна нулю. В этом случае вот этот оператор зерно, М0, является ограниченным оператором, но не имеет следа. В этом случае пока еще мы не знаем, как вычислить пропускную способность С, но смогли вычислить пропускную способность с использованием сцепленности. Ну и, наконец, третий случай, который исторически он был самый первый, и он рассмотрен в литературе и до нас. Это случаи, когда альфа равняется нулю, и Дельта-Катты равняется нулю, и шум, и коммутатор. В этом случае ядро является, вот это зерно является незамыкаемой формой, и пропускные способности, они были вычислены в предыдущих работах других авторов. Ну, мне кажется, что у меня остается порядка пяти минут, да? Поэтому... На самом деле, порядка одной минуты как раз и остается. Хорошо. Тогда я пробегу очень-очень быстро по, так сказать, остальному содержанию. Значит, во-первых, это вот теорема, которая говорит о классической пропускной способности для хаусских наблюдаемых типа 1, вот при пороговом условии, вот которое дается формулой 7, и тогда пропускная способность дается вот этим выражением, явным выражением, и достигается она на ансамбле так называемых сжатых коверентных состояний с параметром сдвига Z, распределенным в соответствии с гауссовским распределением и имеющим матрицу ковариации вот такого вида. Теперь следующий результат. Это вот калибровочный вариантный случай. Здесь эта формула упрощается, вот она внизу написана. Значит, теперь теорема 2 – это достижимая информация, калибровочный вариантного гауссовского ансамбля состояний. Значит, вот имеется гауссовский ансамбль, это гауссовское распределение Пи и гауссовское состояние Ро-Н-З. Вот Z – это их среднее, N – это матрица ковариаций. Здесь все комплексное, потому что это калибровочный вариантный случай. И в этом случае достижимая информация дается вот этой формулой. Раньше было известно, что это нижняя граница, но вот используя двойственность между ансамблями и наблюдаемыми, удалось доказать, что это же является и верхней границей. Таким образом, вот эта проблема была закрыта. Тут, к сожалению, времени нет обсудить, что вот вырожденность этого максимума. Существует бесконечно много наблюдаемых, на которых он достигается. Это не входило в первоначальное предположение. Ну и, наконец, третья величина – редукция энтропии. Вот, собственно, ее определение. И для этой редукции энтропии вычисляется максимизатор и доказывается вот теорема 3, которая дает явное выражение для редукции энтропии. G – это здесь вот такая специальная функция – квантовая энтропия. Вот. И в заключении я просто покажу некоторые графики. Это вот следствие относится к калибровочной инновариантному случаю. Эта графика показывает для одной моды классическую пропускную способность С от Е. Это штрихованные линии против пропускной способности с использованием цепленности, сплошная линия. Для разных значений шума N. Значит, вот для больших значений они почти совпадают. Ну и последний график. Он показывает отношение этих двух пропускных способностей с использованием цепленности, без использования цепленности. Тоже для различных значений шума. Ну и мы видим, что вот для слабого сигнала, потому что вот этот параметр Е, он задает мощность сигнала, выигрыш стремится к бесконечности. Ну а значит, для сильного сигнала он выигрыша нет, он стремится к единице. Ну вот на этом я закончу. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Если вопросы у слушателей, может быть, короткий вопрос мы будем задать. Да, можно вот задать короткий вопрос, Александр Семенович. А при скорости передачи данных, превышающих найденные пропускные способности, ошибка стремится к единице или она какая-то может быть... Ну это просто по определению пропускных способностей, значит, есть так называемое сильное обращение, которое говорит, что при скоростях, превышающих пропускные способности, ошибка, она не просто стремится к нулю, а стремится к единице. Ну и этот факт, он имеет место, но это немножко, так сказать, другое. На самом деле вот эти величины, они носят асимпатический характер, но в моей работе речь шла об их вычислении. Уже для них асимпатическая теория, теория Антон и теория Шинона дает готовые формулы, ну как готовые, их тоже надо было доказывать в свое время. Вот, и в настоящей работе речь шла о вычислении этих величин для гауссовских каналов связи, для гауссовских измерительных каналов. А вообще гауссовские измерительные каналы – это такая вот, как бы, наиболее распространенная так вот на практике, да, вот, скажем, насколько эта модель, она, ну, важна для практики, скажем так. Ну, я бы не сказал, что измерительные каналы – самые важные. Вообще схема передачи информации, вот как нас учит Шинон, да, значит, она состоит из кодирования, потом, собственно, канал и декодирования. Вот измерительный канал – это декодирование. То есть это вот третья завершающая часть процесса передачи информации. Ну и, конечно, она столь же важна, сколько и все предыдущие. Хорошо, спасибо.